Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Иоанн Тераутс, и мы продолжаем с вами разбирать первое послание апостола Павла Коринфянам. В прошлый раз мы остановились на седьмой главе, и сегодня продолжаем свой разбор на восьмой главе послания. Апостол Павел здесь говорит о границах христианской свободы. Итак, первый стих. «О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Итак, в седьмой главе, в первом стихе говорится о том, что последующие слова апостола Павла были неким ответом на письмо, на запрос его общины в Коринфе, которую он основал. И, конечно, здесь, на примере идоложертвенных явств, апостол Павел говорит в общем о христианской свободе. Дело в том, что в языческих городах Римской империи на рынках продавалось мясо всегда почти что только идоложертвенное. Нельзя было найти того, которое было бы неидоложертвенное. С чем это было связано? С верой, природной верой, языческих верований от тогдашнего населения Римской империи. Так считалось, что в воздухе обитают демоны, какие-то нечистые духи. И, соответственно, мясо, которое человек будет потреблять, тоже будет нечистым посредством вселения в него этих нечистых духов. Поэтому его приносили в жертву тому или иному Богу. Ну, как приносили? Не на всесожжение, а по частям. То есть приносили, например, тушу животного, заколотого, тоже во имя какого-нибудь Бога. Часть оставалась в храме для употребления священником. Часть сжигалась, а часть отдавалась тому человеку, который это принес. Соответственно, он получал, как он считал, чистые продукты. А священник получал свою часть, скажем так, некое пропитание для своей работы. Мы сейчас говорим о языческих жрецах. Но понятно, что при обилии жертв священник не мог съесть все, употребить все, и его семья тоже не могла. Поэтому очень часто священники, жрецы языческие, имели свои торговые точки на рынке, которые пользовались особенной популярностью, продавалось уже освященное мясо. Более того, ряд городских праздников был тем или иным образом связан с раздачей пищи. И иногда этой пищей являлись и доложертвенное мясо. Следующий вариант. Дело в том, что христиане, которые пришли из язычества в христианство, вполне возможно, да и почти всегда, оставались верными дружбе с теми людьми, которые христианами еще не стали. Иногда не просто дружбе, а даже были в браке с теми мужчинами или женщинами, которые еще были язычниками или язычницами. Соответственно, празднества или какие-то мероприятия, свадьбы, дни рождения, юбилеи могли сопровождаться походом в какой-нибудь храм для того, чтобы там совершить этот праздник и поесть всем вместе. А может быть, сам именинник или, скажем так, виновник торжества брал это мясо, покупал его специально на рынке, приносил его домой или в какое-то иное, учрежденное для этого место, для того, чтобы приготовить и накормить своих друзей. И что же делать христианину, который не знает, как ему поступить? И вот здесь апостол Павел на этом примере говорит о христианской свободе. Дело в том, что есть понятие запрещенных действий и незапрещенных действий. Ну, скажем так, черное и белое. Так, например, никто не сомневается, что прелюбодеяние, блуд, что жадность, воровство, убийство являются грехами. В то же время мы знаем, что любовь, милосердие являются добродетелем, молитва является добродетелью. Но есть те вещи, на которые нет определенного ответа в священных текстах. Пример тому — это качество пищи. В 15 главе книги «Деяний» мы узнаем, что для христиан уже не действуют те пищевые диетические запреты, которые действовали в Ветхом Завете. И значит, многие христиане подумали, что они абсолютно свободны и могут делать все, что им пожелается. Абсолютно. И отчасти действительно христианская свобода очень широка. Но о ее последствиях иногда мы будем говорить чуть позднее. Сейчас вернемся. Так вот, есть те вещи, которые находятся в серой зоне. Они могут быть грехом, а могут быть и негрехом. Ни то, ни другое. Дальше апостол Павел говорит о том, что идол есть ничто. Да, это тезис, который знают и авторы письма апостолу Павлу, которое было направлено. Идол есть ничто. Но иногда знание человека, его осведомленность в некоторых вещах, в отсутствии любви, делало его несчастным. Делало его камнем, об который притыкались люди, через который соблазнялись люди в вере в Иисуса Христа. Апостол Павел рассуждает на тему многоразличия богов. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на земле, или на небе, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все и мы для него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Апостол Павел здесь говорит о так называемых богах. То есть здесь речь идет не о том, что апостол Павел признает наличие иных богов, кроме единого Бога, кроме Бога Троицы, в которую мы верим. Нет. Здесь речь идет о том, что некоторые люди представляют себе богов, наделяют те или иные явления природы или выдуманные личности божественными качествами и свойствами. Дальше есть боги, которые являются бесами. Идолы, которые, или те или иные культы, которые учреждены и придуманы бесами для того, чтобы соблазнить человека. Но для нас есть один Бог-Отец. И Господь Иисус Христос у нас один. Седьмой стих. «Но не у всех такое знание. Некоторые даны не совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощно, оскверняется». Итак, знание человека может действительно освободить его совесть. Человек с течением времени может в тех или иных вещах быть более свободным. Но в то же время любовь должна сопрягаться с нашей совестью. Для кого-то, кто только что пришел из язычества в христианство, идоложертвенное является все-таки религиозным действием. Он не может настолько просто к этому относиться. И поэтому его совесть будет оскверняться. Он будет идти против совести на основании знания другого человека. И апостол Павел это не поддерживает. Нужно обратить внимание здесь на то, что вообще подход к пище здесь несколько иной, нежели в привычной иудейской или языческой среде. «Пища не приближает нас к Богу, ибо мы едим ли, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Смотрите, дело не в том, что ты употребляешь в пищу, ешь ты или не ешь ты, идоложертвенное это или неидоложертвенное. Вопрос в том, соблазняет ли это брата моего или нет. Получается, что цена моей свободы — это соблазн брату или, наоборот, его укрепление в вере. Оказывается, мы переходим от сугубо личных отношений с Богом на отношения с Богом через призму отношений с другими людьми. Оказывается, здесь речь идет о соблазнении другого, а не о том, что сама по себе пища может осквернить меня, приблизить или отдалить от Бога. Дальше. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Итак, употребление или воздержание от пищи, как уже было сказано, не является ни грехом, ни добродетелью. Пища есть ничто, но свобода, наша с вами свобода, не должна давать притыкание нашим братьям. Об этом уже было, конечно, сказано. Совесть — это инструмент Бога или некий привратник, который не допускает нас до каких-то определенных падений, который помогает нам определиться, что есть добро или что есть зло. Но наши зрители могут из своего личного опыта сказать, каково было их отношение к тем или иным действиям, к тем или иным правилам, когда они только-только вступили на порог церкви, когда они стали неофитами и когда неофитство прошло, когда начались тяжелые будни христианина, которые сопряжены с неким принуждением к добродетели. Согласитесь, все было немножко иначе. Мы могли поститься с вами абсолютно без устали, очень серьезно, сложно, очень строго, и нам не доставляло это никакого неудобства. Но прошло время, мы с вами начали по-другому смотреть на некоторые вещи, и пост не всегда стал таким легким, молитва не всегда стала настолько приятной, и не всегда нам хочется встать утром на молитву или вечером после трудного дня. Оказывается, что совесть в нас меняется, и поначалу она более остро относится к тем или иным вещам, потом же она предоставляет посредством действия Божия на нас определенную свободу. Но опять же нам необходимо держаться внутри заповедей Божьих. То есть это свобода вот в этой серой зоне. Это не свобода, которая предполагает, что я могу прелюбодействовать, убивать, воровать, что все мне позволено в этом смысле. Нет, здесь речь идет немного о другом. Таким образом, подведем итог. Восьмая глава первого послания Коринфянам апостола Павла повествует о христианской свободе. Здесь, на примере вкушения и доложертвенного, апостол Павел говорит о свободе христианина вот так в так называемой серой зоне, которая не имеет строго окраски белой или черной. Соответственно, строго грех или строго добродетель. На примере вкушения и доложертвенного апостол Павел показывает, суть не в пище в самой. Не сама пища заражает тебя чем-либо. Не сама пища является твоим предательством Бога. Но совесть брата является мерилом того, правильно ты поступаешь или неправильно. чтобы чужая совесть не судила твою, а твоя не уязвляла чужой. На этом мы с вами закончим небольшой комментарий к восьмой главе послания апостола Павла Коринфянам. И в следующем видео перейдем к девятой главе. Храни вас всех, Господь.